Приветствую вас на странице Таро Ведьмы. Сегодня на моей тёмной колоде Ктулху Таро вместе со мной мы будем смотреть, что тебе мешает двигаться и развиваться вперёд. Не в личных отношениях, а именно по карьере, в твоём предназначении, какие есть затыки, какие есть блоки. Давайте, девочки, посмотрим сегодня на три варианта. На общем длинном раскладе, что тебе мешает двигаться, продвигаться вперёд. Если тебе нужна моя помощь, не забывай о том, что можешь заказать личный расклад, обратившись ко мне по ватсапу, либо по телеграмму. Я смотрю любые темы, абсолютно, сны, предназначение, магическое воздействие, любые темы по личным отношениям с мужчинами, работа, бизнес, блоки, страхи, психологические расклады. Я мастер универсального и широкого профиля. А, и забыла, связь с мёртвыми, конечно, я медиум, поэтому приходи, я тебе помогу. С любыми вопросами, которые обращаются ко мне люди, которые готовы проработать в себе то, что мешает, я всем помогаю. А вот кто не готов, тут уже справляйтесь самостоятельно. Давайте посмотрим, что скажут карты, что тебе мешает, над какими блоками нужно тебе поработать, в твоём развитии, в твоём движении, вообще в целом в жизни, что мешает, какие блоки. Давайте на три варианта. Девочки, карты огромные, поэтому войдёт только три варианта. Я буду дополнять карты, сигнификатор я выложила, первый, второй, третий вариант. Колода тёмная, говорящая, как и все мои колоды. Давайте будем разбираться, привлекать тёмные силы. Сегодня пятнадцатый день, пятнадцатый старший аркан дьявола, 15 января. Поэтому очень даже классно погадать сегодня с тёмной колодой. Надеюсь, вы определились. Если не можете определиться, жмите паузу, и мы поехали с первого варианта. Девочки, что мешает, над какими блоками нужно поработать, и, возможно, тебе будет какая-то здесь подсказка от Тару Ктулху. Императрица. Очень интересно. Давайте дополним, это старший аркан. Здесь меня может смотреть женщина, у которой есть семья, дети. Женщина достаточно, я бы сказала, ресурсная, потому что императрица сама по себе это ресурс. Женская сила, да, и сексуальная сила, и энергетическая сила, и материальная сила. Поэтому сказать о том, что у тебя есть блоки от природы, у тебя блоков нет. А если вот сейчас тебе что-то мешает двигаться вперёд, так тут уже нужно покопаться в твоей голове. А что может императрица мешать сейчас? Карты двигаться и развиваться вперёд. Королева жезлов, император, императрица, очень интересно, и верховный жрец. Ну, тут чёткое понимание того, что, во-первых, тебе мешает для твоего личностного духовного роста, девочки без обид, ваша затычка с мужем. Здесь расклад проиграется для тех, у кого, во-первых, есть муж, потому что здесь выходит император и императрица. Здесь выходит верховный жрец, это как раз карта духовного роста, это старший аркан и карта брака. Поэтому, девочки, где-то покопайтесь, в чём вас тормозит именно ваш брак и ваш партнёр. У кого ситуация, к примеру, даже любовного треугольника, эта ситуация тоже дана тебе для того, чтобы ты проработала её, двигалась вперёд. Посмотри, какая глыба. Вот эта вот карта, да, грызть гранит науки, так она огромная, она непостижимая. Посмотрите, сколько людей здесь полегло, но не преодолело это препятствие. Верховный жрец. Здесь действительно очень интересный кармический опыт у тебя. И сама по себе, если ты женщина, например, огненной стихии, мужчина у тебя здесь, да, огненной стихии, карты показывают о том, что здесь тормозишь именно потому, что вкладываешься слишком много в мужа, вкладываешься слишком много в семью, но перестала постигать гранит науки. И здесь есть уже карты разочарования. Причём разочарование здесь по пятёрке кубков именно скорее в твоём браке, да, в твоём браке. И ты все ресурсы сливаешь вот на это разочарование. Но вот эти мытарства, то есть карты показывают о том, что женщина по себе сама семейная, да, в серьёзных отношениях, но прекратила, как говорится, духовный рост именно по причине того, что есть проблемы в семье, есть проблемы в браке, есть карты разочарования и неудовлетворённости своей личной жизнью. Поэтому даже по первому варианту можете мне не рассказывать, что вы довольны своим браком или что вы довольны своей личной жизнью, девочки. А вот у кого любовный треугольник, но эта ситуация вам дана свыше по первому варианту. Это для опыта, для кармического урока, для отработки. Но расклад закрывается пятёркой кубков. Это карта вот внутренних обид, разочарований, непониманий, куда двигаться вперёд, что делать. По первому варианту обязательно разберитесь сначала в той ситуации, которую я проговорила, касаемо неудовлетворённости в браке. И здесь реально может мешать именно мужчина, император. Император — это мужчина, который может подавлять, может забирать всю энергию, топать ножками, провоцировать конфликты. И вы сливаете просто вот этот потенциал, можно сказать, в никуда. То есть здесь карты показывают о том, что нужно бы расти и двигаться вперёд. И предназначение здесь достаточно высокое по Верховному, по императрице и Верховный Жрец. Но всё сливаете, слёзки не туда, потенциал свой. Поэтому по первому варианту приходите ко мне, нужно разбираться. Блоки здесь именно ваши эмоциональные. Двоечки. Что сейчас мешает развиваться и двигаться вперёд? Ох ты, карта суда. Страшный суд. Интересно, сегодня у нас расклад ложится. Карты уточните, пожалуйста. Карта суда. Здесь тоже проверка от высших сил. Здесь идёт карта, я бы сказала, сейчас трансформации и проверки точно от высших сил. Это карта страшного суда. Здесь подходит один этап вашей жизни и начинается другой. Здесь вы сейчас в периоде трансформации. Нужно отпускать будет всю жизнь, с ног на голову менять. У кого-то тоже, девочки, сейчас период бракоразводных процессов. Кто-то уже меня смотрит, кто в разводе. Либо тот, кто задумывается о том, что же мне делать дальше в своей личной жизни. Карты проявите, какие блоки здесь есть для второго варианта. Какие блоки? Тоже с мужчиной связаны ваши блоки. Тут мужчина идёт огненной стихии. Колесница. Королева мечей. Что могу сказать? Здесь идёт период обнуления на дне колоды карта шута. Да, карта колесницы и королева мечей. Да, сейчас есть ситуация тупика. Да, есть за то, что вы цепляетесь из прошлого. Но здесь не нужно цепляться. Даже если эта ситуация связана с мужчиной, огненной стихией. А здесь меня смотрит королева мечей, женщина воздушной стихии. Так вот по центру, смотрите, у нас двойка мечей. А двойка мечей — это сопротивление. Да, это ситуация тупика. Это ситуация страха. Посмотри, как выглядит королева мечей. Голова у ней, да, здесь как медуза горгона. Аж луна здесь в панике. Да, что у королевы мечей в голове-то творится. Даже луна в шоке. Да, какие мысли, какие страхи у тебя в голове. Не цепляйся за кризисную ситуацию. Кризисные ситуации даются в том числе там денежного характера, личного характера для трансформации. Не цепляйся за то, где ты не растёшь. А самые блоки у тебя там, по первому варианту, были именно сердечные блоки, эмоциональные блоки, а здесь в голове блоки. Но колесница говорит о том, что в принципе, да, развитие событий может быть разное. По колеснице, скорее всего, всё-таки ты выберешься из этого тупика своего, да, и всё начнёт развиваться и двигаться вперёд. Почему? Потому что на дне колоды у тебя шут. А шут — это обновление. Вот она, карта. Уход, да, от какого-то тёмного, непонятного прошлого, а поход, а в неизвестность. Просто шагнуть в неизвестность. С ключами, со знаниями или не с незнаниями. Но шут, он не задумывается о том, куда он идёт. Он просто уходит, да, от старых сценариев и движется вперёд. Поэтому, девочки, кто себя загоняет даже на предмет, например, бракоразводных процессов, всё, жизнь закончена, это всё фигня полнейшая. По колеснице подумайте, куда вы растёте, куда вы двигаетесь вперёд. Вам однозначно нужно двигаться. Это в плане и переездов, поездок, развития, движения. То есть вам противопоказана здесь стагнация, потому что стагнация у вас уже была. Вам нужно дальше двигаться, развиваться. Поэтому вы сейчас застряли. Здесь тоже, к сожалению, ситуация связана с личными взаимоотношениями, где вы из-за этой ситуации не двигаетесь вперёд, хотя в голове своей понимаете, что пора развиваться и двигаться вперёд. И во что-то новое здесь идёт выход. Поэтому двоечки, у вас период трансформации. Троечки, что тебе не даёт? Ух ты, у нас сегодня и расклад, девочки, как обычно у меня, у второго ведьмы. Третий вариант — башня. Тут тоже трансформация. Башня — уже всё то, что было, можно сказать, в ближайшее время, в прошлом произошедшие события. Но они, к сожалению, либо к счастью, на тебя очень сильно повлияли. Башня — это всегда разрушение каких-то старых установок, старых отношений, увольнение, пересмотр своих позиций и принципов. Поэтому по башне, так как было, я всегда говорю, уже не будет. Это 16-й старший аркан. Его нужно прожить, до основания всё разрушить и дальше начинать выстраивать свою жизнь. Давайте уточним, что с чем связана башня и что сейчас мешает тебе развиваться и двигаться вперёд. Какие блоки? А здесь меня может смотреть женщина водной стихии, королева кубков, скорпион, рак рыбы. А вот карты тебе говорят по башне и по умеренности всему своё время. Всему своё время, не торопись. Да, ты очень эмоциональная, да, у тебя очень хорошая, кстати, интуиция по троечке, но карты показывают всему своё время. Здесь нужно набраться терпения сейчас. Что, какие здесь могут быть блоки? Ну здесь скорее больше всё-таки связано с финансами, да, с личной жизнью тоже, но здесь, если есть какие-то блоки, проблемы с финансовым каналом, либо с финансами, с работой, было увольнение, например, а сейчас ты хочешь развиваться, двигаться вперёд, для того, чтобы тебе вот эти блоки пройти, для того, чтобы преодолеть какие-то в себе сомнения и достигнуть всё-таки девятки пентаклей, карты показывают обучайся. Тебе нужно обучаться либо новой профессии, идти на мастер-классы, да, слушать свою интуицию и заниматься только любимым делом. Сейчас, если даже очень медленно идут финансы, и ты недовольна такой ситуацией, у кого-то может проиграться, что вы, например, недавно, девочки, уволились, не переживайте, у вас ситуация в ближайшем месяце будет меняться, да, девятка пентаклей всё-таки это очень хорошая карта в плане финансов, но здесь карты показывают о том, что нужно обратить на своё саморазвитие. Кому-то не хватает знаний, да, про цирпентаклей, кому-то нужно, девочки, проверить свой финансовый канал, для того, чтобы побыстрее всё двигалось и развивалось, поэтому вам бы я рекомендовала прийти ко мне на диагностику финансового канала. У кого есть какие-то идеи по открытию бизнеса, тоже приходите, это важно посмотреть, но в этом году будет рост, если вы не будете, конечно, чего-то бояться, опасаться и откладывать это на потом. Да, сейчас я вижу, есть затыки, есть проблемы, да, кто-то недавно уволился, либо собирается девочке увольняться, поэтому девятка пентаклей закрываем, а девятка пентаклей — это карта исполнения желаний, развития, да, материального роста. Пусть будет так, и не сомневайтесь в себе, всё, что вы задумывали, вы должны это реализовать. Желаю вам добра, ваша Тара-Ведьма.